Это не просто элемент награды, это прежде всего символ. Символ роста и развития национальной культуры. Символ красоты татарской песни. Алтон Йилдос – символ национальной музыкальной премии «Болгар радиуса». С голливудским «Оскаром» его объединяет одно – он не меняется на протяжении всех лет. Слоган американской награды – «Все мы мечтаем о золоте». Алтон Йилдос, если переводится, как «золотая звезда», но смысл заложен совсем иной. Росток уникален как в исполнении, так и в содержании. Это таланты, что взращиваются на плодородной земле Татарстана. Идея статуэтки принадлежит творческой группе телеканала «Новый век». Сама звезда не случайно шестиконечная. Каждый ее луч символизирует определенную номинацию. Кристалл, что находится в центре звезды, уральский и доставляется по спецзаказу. Его многограммность вновь как символ многограммного таланта каждого номинанта. Этот год для национальной музыкальной премии «Болгар радиуса» юбилейный. Она проходит уже в пятый раз. Только зрители программы ТНВ «Пайнархит» и аудитория «Болгар радиуса» решают, кто достоин звания лауреата «Милли премия». Народную любовь о таком признании мечтают, наверное, все артисты. Среди многочисленных аналогов музыкальной области формат премии «Алтон Йолдес» уникален. Это своего рода демократические музыкальные выборы. Они позволяют открывать и новые звезды на небосклоне татарской эстрады. Народная артистка Татарстана Венера Ганеева сама обладатель четырех статуэток «Алтон Йолдес». Говорит, интуиция подсказывает, что после юбилейного фестиваля может появиться и пятая звезда. Хотя больше радуется не своему успеху, а победам своих учеников. Я очень рада, что в этом проекте участвует очень много моих учеников. И они проходят именно через голосование, через хит-парад, койнар-хит. Через... ну, это голосование проводится, конечно, нашим народом. Венера Ганеева уверена, что «Милли-премия» поможет собрать золотой фонд татарских певцов и искренне поддерживает тренд этого года от «Болгар-радиуса». Обладателями статуэтки станут не только певцы, но и те, кто создает народные хиты – композиторы, поэты и аранжировщики. Премия «Болгар-радиуса» также многолика, как и музыкальная культура Татарстана. У «Милли-премия» особая миссия – сохранить эстетику татарской песни и уникальность родного языка. Перемены могут быть только в стилистике шоу. Миссия неизменна. У нас эта премия никогда не повторяется. Возьмем даже вот первый... у нас был год кино, тогда мы делали в стиле Анстафа Бендера с фильмом. А потом у нас был конфликт поколений. В этом году у нас год экологии, но уж мы так прямо на сцену не сможем вытащить, но мы вытащим то, что у нас сердце горит. Мы знаем, что... Подготовка к церемонии награждения длится долгие месяцы. Сначала это определение народных любимцев, а затем многочасовые репетиции в самой торжественной части. Одно из самых ожидаемых музыкальных событий года состоялось в пирамиде в субботу. Количество зрителей в очередной раз доказало популярность самого Болгар-радиуса в Татарстане. На одной сцене в этот день оказались и новички, и именитые артисты Татарстана. Теперь объединяет из всех одно. Они все обладатели золотых звезд от Болгар-радиуса. В этом году легендой татарской эстрады и обладателем статуэтки «Алтон Йилдус» стала Хамдуна Тимиргалеева. В номинации «Народная любовь» зрители ТНВ и слушатели «Болгар-радиуса» отдали победу Айдару Галимову. Первые статуэтки в новых номинациях получили поэт-песенник Ренат Муслимов, аранжировщик Марат Муфин и композитор Зуфар Харидинов. Светлана Спирина, Роман Безменов, Данил Филатов. Семь дней.